В этом году более 2 миллиардов рублей из краевого и муниципальных бюджетов пойдет на организацию детской оздоровительной компании. Средства в том числе будут использованы для компенсации родителям за путевки в лагеря из Дравницы. С 25 мая на Кубани впервые была запущена программа детского кэшбэка, созданная по поручению президента страны. Так родители смогут получить до 50% от стоимости путевки, отправляя детей на отдых в Краснодарский край. В этом сезоне Роспотребнадзор разрешил принимать больше детей, чем в прошлом году. По расчетам заполнение здравниц составит 75%. Мы должны обеспечить, чтобы дети приехали, по-настоящему оздоровились, получили море эмоций, море эмоций, на море, на Черном море. Ну и конечно уехали уже более окрепшими где-то, более радостными домой. По прогнозам специалистов, более 360 тысяч детей со всей страны отдохнут в здравницах Краснодарского края. Порядка 65 тысяч в анапских лагерях и санаториях. В их числе будут и дети из казанской школы, где произошла трагедия. Для них путевки будут бесплатными. Почти все здравницы курорта прошли необходимые проверки и получили соответствующую документацию. Роспотребнадзор также взял пробы воды в море. Все они соответствуют норме. Как показали мониторинги с выездом комиссии на место, все здравницы готовы к приему организованных групп детей. Благодаря краевой поддержке вашей блока нашего социальной политики, ну конечно лично Менькова Анна Алексеевна, у нас по линии Министерства труда и социального развития уже порядка 150 бесплатных путевок получили дети-сироты. И дети, оставшиеся без попечения родителей, они сегодня уже поехали на оздоровление. По линии управления соцзащитой уже 450 деток отдохнуло, а в этом году отдохнет не менее тысячи детей в целом. Деток Анапы в тех или иных местах оздоровления по территории всего Краснодарского края. Сейчас в Анапе ведется серьезная работа по сохранению детских здравниц. Их статус планируют закрепить в главном градостроительном документе города. В этом году мы в правила землепользовательной застройки и в генплан вносим и специально окрашиваем в отдельный свет все детские лагеря, которые находятся у нас и на Пионерском проспекте, и вообще в целом по территории Большой Анапы. Сейчас на курорте уже оздоровились более 16 тысяч детей. Как подчеркнул губернатор Кубани, на первом месте должно быть обеспечение комфорта и безопасности, а также соблюдение всех требований Роспотребнадзора. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.